здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы и сегодня плановый брифинг для брокера о маркет вы уже привыкли что по четвергам я демонстрирую все свои закрытые позиции открытые и рассказываю о тех идеях которые будут готовы к реализации на прошлой неделе мы отбирали с вами сделки кое что было реализовано я вам покажу на конечный результат и сегодня отберем новые варианты которые могут оказаться прибыльными и на которые я делаю свою очередь упор давайте сразу перейдем графиком и посмотрим на то что я свою очередь предлагаю давайте начнем наверное закрытых сделок сейчас закрыто две сделки было это сделка по фунт доллару сделка по австралийскому доллару и две сделки открыты это евро доллар и новозеландец доллар плюс есть идеи лимитные и сегодня посмотрим на рынок в целом давайте начнем с открытия позиции по фунт доллару которую я открывал в этом месяце эта идея была открыть на непосредственно базе по предложению давайте подробнее взглянем на участок идея была какова то что цена вышла из скопления вышла в сторону импульса на продажу есть база скопления но я поставил свой риск ровно за значение нужно было поставить его немножко выше я бы остался в позиции то есть я потерял позицию из-за того что немного решил сэкономить на стоп приказе здесь не совсем по правилам его поставил и потерял позицию мог бы остаться в сделке и она бы вышла в итоге в прибыль фунт доллар позицию потерял по австралийцу позиция была открыта правильно по недельному позиционированию если посмотреть внимательнее эта зона которая последний раз достигала с 2008 году 2009-2008 и сейчас цена протестировала словно снова минимум минимум который совпадает с зоной позиционирования идея была такая что с минимумов плюс позиционная у зона можно попробовать на восстановление цена дважды пыталась сделать компенсацию поэтому я удерживал позицию и позиция в итоге вышла по стопу но это нормально то есть я на сделку на каждую закладываю один процент риска то есть я не ставлю огромный риск я ставлю один процент от депозита для того чтобы убыточные периоды которые могут состоять из трех даже пяти может быть сделок подряд такое иногда бывает очень редко но бывает чтобы они не перекрывали сильно прибыль и чтобы из этой просадки можно было выйти двумя-тремя сделками прибыльными в общем смотрите ситуация такая что несколько раз пытались сделать угасание глядя на неделю то что я показал с дневки смотрите внимательно все одно угасание второе был потенциал поэтому удерживал вот сейчас здесь новые идеи будем рассматривать но уже через трейдинг view открытый новозеландец то же самое технически австралийц новозеландец очень закоррелированы в целом но в общем почему сейчас идея против доллара почему я рассматривал эти позиционные идеи против доллара потому что индекс и в целом по основной корзине валют доллар очень очень сильно задран технически то есть если вы посмотрите на его непосредственно движение то вы на индексе увидите обновление максимума и безудержный рост он вечно продолжаться не может но из воздуха пробовать бессмысленно поэтому я находил идеи и нахожу которые могут быть непосредственно интересными с точки зрения коррекции это новозеландец то же самое область спроса длительного характера первый ретест и и следовательно попытка эту позицию оставить и удержать почему падает да падает по одной простой причине что сейчас если взглянуть на доллар по всей корзине валют он вы видите прекрасно он идет безоткатно то есть он просто идет без откатов именно поэтому все эти инструменты продолжают падать продолжают идти вниз и открыта позиция по евро доллару тоже самая позиционная область моя скажем так в этом случае позиция относительно риска немного непривычно почему потому что я в одну в одну корзину валют то есть я вкладываюсь против доллара и здесь сейчас у меня евро доллар одна позиция австралии доллар уже я получил минус и новозеландец тоже есть высокий риск получить минус но следовательно как и на евро долларе то есть на этих позициях я суммарно могу получить 3 процента минуса в одну идею то есть это одна идея одна идея на ослабление доллара по позиционным областям и это максимальная допустимая норма на идею которая вообще существует то есть я уже ребятам говорил что максимум нужно открывать три позиции на одну идею иначе вы рискуете из этой просадки потом не выйти или еще хуже когда люди не ставят стопы ли начинают их двигать вот он верит в эту идею и думать что рынок обязательно развернется или рынок обязательно пойдет так как он хочет он начинает двигать стопы расширяет свой риск допустим с 3 до 10 процентов суммарно вот это самая большая ошибка я принимаю убыток то есть я заранее готовлюсь к этим идеям если вдруг что-то идет не так то есть я понимаю что я заранее ставил этот стоп я заранее предусматривал что этот риск может быть получен это очень важно вы должны это запомнить что убыточный период убыточный месяц и не что там вас может быть убыточным не имеет значения прошлый год я закрыл в прибыль закрыла под мониторинг вы все прекрасно видели этот год у меня январь был прибыльный февраль сейчас перекрывает январь выходит минус один если закрываю позиции то есть суммарно два месяца дают минус но это не страшно а если делать так как я сказал не нужно делать двигать стопы или вваливать все деньги в одну идею что еще хуже это чревато тем что ваш счет потом не восстановится но теперь давайте посмотрим подробнее все эти идеи и конкретно разберем аргументацию евро доллар понятно это нисходящий тренд общая волна движения вниз но это впервые ретест минимумов которые были последний раз 2017 году и это позиционный разрыв то есть это интересно попробовать да здесь зона риска не совсем верно то есть можно было бы пробовать ниже ставить стоп но это не оправданно потому что стоп ставить на 106 у нас нет такого приоритета чтобы его купить поэтому я поставил стоп за 107 40 и цель в данной ситуации это коррекция коррекция до 109 80 может быть 109 40 то есть не такая большая не такой большой диапазон движения не такой большой потенциал но он есть и поэтому я эту идею оставляю и она у меня в рынке до непосредственно стоп приказа либо если все пойдет по плану до тейк профита то есть я пробую первые полгода работать без коррекции идей без корректировки поэтому посмотрим что из этого выйдет в общем идея такова пока по продажам если вдруг мы протестируем 1.10-1.11 здесь я буду продавать 1.10-1.11 это зона продаж можете запомнить можете записать зона покупок в случае большего снижения что очень вероятно это зона 1.07-1.06 можете тоже запомнить 1.07-1.06 это интереснее намного чем сейчас потому что если вдруг каким-то чудом валится будет еще дальше то угол движения по инструменту по долларовой корзине в принципе будет очень очень необычным для его цикличности фунт доллар здесь я сказать ничего особо не могу да потенциал снижения да он подтвердил наличие продавца в рынке но здесь ограничен диапазон движения 28 примерно поэтому сейчас не интересно с моей точки зрения вот доллар иена пришел в максимум и то же самое намекает на то что еще раз попробую влезть в продажу по доллару но здесь уже становится вопрос что взять доллар франк или доллар иена с одной стороны у доллар иены потенциал движения 112-110 то есть 200 пунктов и при том риски которые здесь есть это может быть оправдано по доллар франку диапазон движения ниже то здесь потенциал но здесь есть потенциал один к трем который очень неплохо показан то есть здесь немножко другая идея давайте посмотрим если кому интересен инструмент доллар иена на продажу что сейчас скажем рисково в общем потому что рынок ведет себя нестандартно очень нестандартно мы вчера говорили что здесь есть идея роста и она в принципе оправдана я не открывал позицию можно было конечно попробовать но это уже называется трейдингом по истории когда ты видишь что идея бы выгорела ты начинаешь думать а вот надо было открыть но это так не работает то есть если у тебя в плане прописано в том журнале что можно эту идею реализовать то ты реализуешь не написано ты ее не делаешь здесь 112 тире 112 50 зона продаж доллар иена приоритет на 110 доллар франк зона продаж 98 60 99 10 то есть 50 пунктов стопа и take profit в районе 97 10 97 20 тоже идея неплохая она имеет потенциал и ее минус единственный это то что сейчас в целом непонятно непонятно направленность доллара почему она настолько резкая почему она идет без откат на золото я пока ничего бы не рекомендовал делать евро иена зона покупок гораздо ниже обсуждать даже не будем новозеландец я в свою очередь буду удерживать до получения стопа но опять же потому что это есть трейдинг если ты заранее отбираешь риск и начинаешь корректировать это очень большая ошибка многих когда они видят что идет к минусу они думают так сейчас у меня допустим минус 100 долларов а здесь я поставил минус 150 долларов может мне сэкономить эти 50 долларов и закрыть сейчас сделку в убыток я сохраню 50 долларов это неправильный подход почему потому что если вы ставите стоп вы заранее его аргументируете чем-то и аргументируете тем что именно эта зона в которой вы располагаете как располагаете вероятную идею покупки она сдерживает цену и следовательно стоп стоит там где это будет уже не актуально то есть вы же так размышляете правильно а если вы в зоне покупки начинаете закрывать цена потом может развернуться и вы подумаете зачем я закрыл у меня же заранее было все аргументировано вот это очень очень тоже важный нюанс канадец зона покупки есть очень хорошая 3070-130 скорее всего 3070-3020 но я бы все таки ставил на 130 а то и 2990 но это уменьшает приоритет поэтому для тех кто хочет короткосрочно рассматривать смотрите 37 3020 австралиец падает если посмотреть на него по месяцу то у него вообще потенциал падения вплоть до 64 то есть у него потенциал падения 64 то есть ближайшая оппозиционная зона из которой можно покупать на удержание это 64 если говорить именно о средней сроке о полноценном здесь не получилось будем еще смотреть за 66 может быть какое-нибудь угасание будет я этого делать не буду потому что я уже отдал этой идее процент от депозита но в целом если будет что-то интересное мы посмотрим нефть нефть пытается расти зона покупок 51 49 если начнется снижение от 55 можно пробовать покупать то есть если будет вот так 51 49 наверное даже 50 с половиной я бы взял 50 с половиной-49 с половиной вот таким образом лимитник стоп и цель примерно на 57 то есть это среднесрочная идея можно реализовать btc даже запишу я себе журнальчик это сел добавить я сел 50 с половиной тире 49 с половиной покупка обязательно уточняйте дальше дальше по акциям давайте наверно bitcoin сейчас сразу по биткоину что по биткоину пока есть откатные зоны вот эти самые их нужно работать но они работают первично то есть первый ретест прошел не пошел дальше импульс на обновление а идет наоборот на снижение смотрите за зоной пробоя здесь 9 200 если будет падать ниже 9 200 у вас открывается потенциал снижения до 8000 то есть если вы краткосрочно спекулируете на короткие вы можете в эту зону использовать для того чтобы спекулятивные сделки в короткие открыл в короткую открывать зона 8000 тире наверное 7 800 это зона вероятного роста то есть если есть цикл если он продолжается то 60 процентов отката по циклу это еще реальная зона возможных длинных то есть у нас может быть таким образом характер движения пробой чтобы сбить толпу из длинных которая понабирала их и отсюда может быть реализация дальнейшего движения если ее здесь не будет идет снижение то вот здесь покупать тоже не нужно если ломается цикл то скорее всего идет обновление минимума таковые законы рынка да bitcoin до криптовалюты не совсем техничные инструменты но позиционирование на них работает хорошо поэтому вот на эту часть можно обратить внимание по америке америка идет и америка растет продолжает несмотря на какие-то ожидания кризиса не знаю как там поживают те люди которые шортят индекс либо которые шортят акции наверное очень грустно им но суть в том что если кто не открывает на растущем рынке длинные то есть нет идеи заработать немного краткосрочно есть идея заработать среднесрочно то это в таком случае только ожидание откатов то есть откатная зона если идея работать краткосрочно то на растущем рынке ищите те акции которые хотя бы немного корректируются чтобы их можно было купить либо которые стоят стагнации то есть ваша идея может быть двух в двух вариантах то есть либо это акции которые коррект вот допустим был какой-то уровень она корректируется сюда вы здесь покупаете с целью обновления допустим либо в ситуации 2 акция растущая но она начинает стагнировать и в таком случае тоже можете пробовать покупать потому что и в таком и в первом во втором случае вас есть зону риска и есть сценарий по которым акция может продолжить движение то что падает на растущем рынке покупать ни в коем случае не нужно потому что если риск падения рынка и в таком случае эта бумага полетит с ускоренной в ускоренном формате поэтому очень аккуратно я рассматриваю зоны покупок для себя это 350-300 на случай коррекции краткосрочно, кто торгует, можете смотреть 3300-3200 зону, то же самое по бумагам, из интересного, Тесла сейчас все отслеживают, смотрят что будет с Теслой, потому что она обновляет максимум бесконечно, и вот пока она обновляет максимум, ваша задача работать просто коррекционной зоны, вы видите, что у нее 800-750 коррекция упала, 800-750 попробовали купить, не вышло ждете более низких коррекций, это 600-500-50 все, это самое интересное, что можно придумать, акции интересно работать, акции порой даже любопытнее технически, чем валюта или криптовалюта но в моем случае я торгую только коррекционные тактики по акциям, поэтому довольно редко но если вдруг появляется возможность коррекционно их купить много, я практически все вгоняю в акции, чтобы увеличить капитал и капитализацию счета в целом, вот такие вот дела всем, ребят, спасибо за внимание не забывайте подписываться на канал Брокера и Маркетс, находить мой канал, в описании к этому видео есть на него ссылка, подписываться, смотреть материалы обучающие по трейдингу всем успехов в торговле, не забывайте, что трейдинг это тоже труд, не забывайте, что трейдинг сопряжен с рисками поэтому старайтесь старайтесь их контролировать и будете держаться на плаву и будете зарабатывать всем спасибо, всем пока Субтитры создавал DimaTorzok